Доброе утро, дорогие зрители! Всем, кто начинает свой день с утренним эспрессо, мы желаем отличного настроения и хорошего дня. Пусть сегодня с вами случаются только радостные события, а жизнь будет наполнена приятными сюрпризами. Сегодня 27 апреля, четверг. В это замечательное утро я, Ксения Цинская, ведущая программы «Утренний эспрессо», говорю вам, не переключайтесь, будет интересно. Итак, что же ожидает вас в этой программе? Узнаем из анонса. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Услышим важную информацию о помощи детям в кризисной ситуации, об этом расскажут гости нашей студии. Побываем на финале областного конкурса «Мисс Весна-2023». Доброе утро, Брест! Всем классного дня! Доброе утро, Брест! Всем позитивного настроения! Доброе утро, Брест! Всем удачного дня! Доброе утро, Брест! Доброе утро, Брест! Всем хорошего дня! Доброе утро, Брест! Всем хорошего дня! Доброе утро, Брест! Всем удачного дня! Доброе утро, Брест! Всем бодрого настроения! Доброе утро, Брест! Совсем недавно ученые установили взаимосвязь между погодой и ее влиянием на человека. Оказывается, дождь наиболее тяжело переживают люди, которые хотят похудеть. Он оказывает негативное эмоциональное влияние на их психику вплоть до возникновения депрессии. Но мне кажется, дело здесь не столько в дожде, а в углеводах. Точнее, практически в полном их отсутствии, что негативно сказывается на настроении, сидящей на диете представительницы прекрасной половины человечества. Ведь жизнь без шоколада теряет определенные краски. Садиться на диету сейчас или повременить, нам подскажет прогноз синоптиков. Садиться на диет. Садиться на диету. Садиться на диет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 27 апреля 1791 года родился американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе В 1838 году он разработал систему точек и тюре для кодированной передачи сообщений, которая стала известной во всем мире как азбука Морзе Первым телеграфным сообщением была фраза «Чудны дела твои, Господи» 27 апреля 1933 года родился выдающийся детский хирург, профессор, эксперт Всемирной организации здравоохранения Леонид Михайлович Рошаль Неоднократно участвовал в спасении детей во время терактов и землетрясений Именем Леонида Рошаля названа звезда в созвездии Тельца 27 апреля 1945 года БССР была принята в состав членов-основателей Организации объединенных наций Получение этого почетного права стало свидетельством признания вклада белорусского народа в разгром фашизма в годы Второй мировой войны В борьбе за свободу и право белорусов существовать как нация со своей историей, культурой и будущим 27 апреля 1951 года родился белорусский поэт Михаил Башлаков Автор книг поэзии «Красавица», «Ночный паром», «Дни мои золотые», «Як слезы горкие альчины» Книга «Нетры» вошла в число 100 лучших книг мира А его поэма «Лилия на темной воде» посвящена чернобыльской трагедии 27 апреля 1961 года в СССР был учрежден Советский фонд мира Его основателями были четыре общественных организации Символично, что фонд появился в один и тот же год с Берлинской стеной Только если стена была призвана разделять людей, то фонд объединять их Финал областного конкурса «Грации» и артистического мастерства «Мисс Весна-2023» Прошел в Брестском государственном областном центре молодежного творчества Участницы из разных уголков Брещины покоряли строгая, но справедливая жюри своими талантами и красотой Подробности о том, как проходил конкурс, далее в нашей программе Яркий финал областного конкурса «Мисс Весна-2023» стал настоящим праздником красоты, грации и обаяния Десять юных победительниц районных и городского этапов соревнования встретились в Бресте Чтобы побороться за почетное звание Насыщенная конкурсная программа предлагала артистичным красавицам широкий спектр возможностей показать себя во всей красе К слову, подобный творческий фест проводится в третий раз и существует только в нашем регионе Конкурс для нас уникален, но он очень популярен, девочки участвуют в нем с большим удовольствием Потому что конкурсы подобраны так, чтобы они могли показать свою грацию и красоту в дефиле Ну и, конечно же, свое отношение к родине, свои мысли Потому что тема ораторского конкурса – это год мира и созидания Девочки действительно раскрылись по-особому Действительно, на этапе ораторского мастерства конкурсантки щедро делились с аудиторией своим отношением к родной земле И тем, что сегодня должен делать каждый молодой человек, чтобы любимая Беларусь процветала Для меня мир и созидание – это в первую очередь что-то, что есть у каждого внутри То есть каждый человек должен стремиться сам что-то сделать для того, чтобы все по стране, в первую очередь, было так, как будет комфортно именно для человека С ораторским мастерством справились на отлично все участницы А вот в интеллектуальном лиц-опросе, как признались юные красавицы за кулисами, пришлось поволноваться Ведь судьи учитывали не только эрудицию, но и оригинальность ответов Для меня самое сложное – это был лиц-опрос, самый неожиданный, скажем, конкурс Как поделилась Екатерина, в целом участие в конкурсе для нее очень волнительно, ведь она представляет Брест Это большая ответственность представлять Брест, потому что я понимаю, в зрительном зале сидят мои одноклассники, брещане И я очень буду стараться, чтобы хорошо представить свой город на областном этапе Яркой вишенкой на конкурсном торте стал творческий этап соревнования Грациозные барышни восхищали как своим вокалом Так и чудесами акробатического искусства, приводя зрителей в неописуемый восторг Каждая из десяти финалисток областного конкурса «Мисс Весна-2023» по-настоящему уникальна в своих талантах Несмотря на то, что практически все конкурсантки еще учатся в школе, каждая проделала серьезную работу для раскрытия своих возможностей Я умею играть на скрипке, занимаюсь вокальным искусством, занимаюсь театральным искусством и люблю рисовать так же Самая главная интрига конкурса «Кому же достанется победа» Победительницей и обладательницей звания «Мисс Весна-2023» стала брещанка Екатерина Романюк Милена Юрчик и Руфина Лихван удостоились дипломов в первой и второй вице-мисс соответственно Весна в самом разгаре В Национальном парке Беловежская пуща открылся велосипедный сезон Туристов изо всех уголков страны пригласили присоединиться к участию в массовом велоквесте «Еду в гости к деду» У главных ворот участников велопробега встретили сказочные персонажи из поместья белорусского Деда Мороза Которые стали ведущими этой необычайной прогулки На финале велосипедистов ждала встреча с хозяином сказочной усадьбы Где каждый участник получил угощение от дедушки В Беловежской пуще разработаны более 20 туристических маршрутов общей длиной около 100 километров Зеленые лесные дороги Национального парка ждут всех любителей езды на велосипеде ежедневно Желаем вам радостного путешествия Фаза Луны Вторая четверть Луна растущая Символ дня Птица Начало второй фазы Луны День перемен, ответственный и напряженный Все нерешенные задачи встают сегодня особенно остро А забытые проблемы дают о себе знать Активный день, в который могут произойти непредвиденные события В эти сутки намечается переход на новый виток развития в делах и свершениях Поэтому требуется своевременная подготовка А также умение менять тактику поведения Возможно перепады настроения День раскаяния и покаяния Попросите прощения у того, кого обидели Даже если это было очень давно Рожденные в этот лунный день люди добиваются успеха не за счет внешних данных А посредством своего ума, знаний, добросовестности, доброжелательности Эти люди нередко очень оригинальны и бывают прекрасными артистами Болезням уделите внимание Иначе возможно осложнение и зачижной характер недомоганий В питании нужно быть сдержанным Очень хорошо пройдет разгрузочный день Сегодня благоприятна посадка деревьев и декоративных кустарников С которых не предполагается снимать богатый урожай Возможно пересадка растений, имеющих крепкие корни Также полезна вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание От вредителей и болезней Возможно неожиданные повороты событий, конфликты, чрезвычайные ситуации Ограничьте контакты с водой Только в самом необходимом случае Согласно некоторым источникам В течение жизни большинство людей Проходит около 175 тысяч километров А это ни много ни мало Расстояние равное 4 диаметрам земли Если вы хотите побить этот рекорд Начинайте готовиться уже сейчас Вместе с инструктором нашего утреннего фитнеса Который способен вдохновить любого на спортивные подвиги Давайте сделаем день максимально бодрым Здравствуйте, меня зовут Ольга Сегодня предлагаю вам выполнить комплекс на укрепление запястья и всего плечевого пояса Для начала мы немного с вами разомнем наши запястья Сядьте в любое удобное положение Соберите руки в замок Выведите руки, локти ваши на уровень плечевых суставов Повращайте их в одну сторону Как будто локоть трется о локоть И в другую сторону Отлично Потрясли немножко нашими запястьями Положили ладони на тыльную сторону Как будто опираетесь, как на лыжные палки на них Разогнули руки в локтях Немножко ненадолго так зафиксировались И переходим в наше исходное положение Поставили ладони под плечи Колени под тазобедренные суставы Стопы подвернули на полупальцы Помним, что ширина тазобедренных суставов Это два ваших кулака На вдохе мы с вами прогибаемся по всей длине позвоночника На выдохе отталкиваемся руками, ногами от пола Ноги не разгибаем в коленях Толкаем коврик от себя Поднимаем таз наверх С выдохом опускаемся вниз И оттолкнулись, скруглили спину Продолжаем Вдох, прогнулись, выдох Толкнули ковер от себя, таз наверх Ноги не разгибаем в коленях Опустились вниз И оттолкнулись, скруглили спину Еще два раза Вдох Выдох Вдох И выдох И еще разок Вдох Выдох Вдох И выдох Хорошо, если запястья устали Ладони снова на тыльную сторону Как компенсации, растянули И возвращаемся снова в позу стола И готовимся к отжиманиям Это сложное упражнение Я покажу два варианта Попроще и посложнее На вдохе мы прогибаемся по всей длине позвоночника Смещаем корпус чуть вперед И прижимая локти к корпусу Опускаем грудь подбородок на пол Поднимаемся наверх Сохраняя прогиб С выдохом оттолкнулись, скруглились Если сложно и вы не можете вернуться Или даже опуститься Мы делаем движение до точки невозврата То есть на вдохе мы прогнулись Корпус чуть так же снова сместили И прижимая руки к локтям Опускаемся ровно на столько Откуда мы можем с вами вернуться Выжали себя наверх И скруглились Еще раз покажу Вдох Чуть вперед Локти прижимаем Наверх Скруглились И я делаю полный вариант А вы выполняете любой подходящий вам Скруглились Еще два раза Вдох Выдох Не забываем прижимать локти Выдох И еще раз Вдох Выдох Вдох И выдох Нейтральное положение Таз увели на пятки Ладони обязательно положили на тыльную сторону Растянули наши запястья Скомпенсировали Снова руки в замок Локоть трется о локоть Поворащали в одну сторону В другую Потрясли нашими запястьями Я надеюсь, что вы сейчас Полны сил Бодры И желаю всем Такого же бодрого дня С вами программа Утренний эспрессо И сейчас самое время Поговорить о серьезном Не переключайтесь В этом эфире Прозвучит важная информация Для защиты будущего Нашей нации Как помочь детям В кризисной ситуации На что обратить внимание На эти вопросы Компетентно ответят гости Наши программы В студии Ирина Николаевна Амелюк Учреждение здравоохранения Брестская городская детская Поликлиника номер один Психолог-координатор Центра дружественного подростка Вместе И Олеся Викторовна Липская Старший оперуполномоченный По особо важным делам Управления внутренних дел Брестского обл.исполкома Защитить наших детей Предотвратить во что бы то ни стало Последствия Которых Можно избежать Какова статистика Преступлений На сегодняшний день На территории Брестской области В первом квартале Текущего года Зарегистрировано Уже 49 Преступлений В сфере Педофилии Сексуального Насилия в отношении Детей и подростков И 13 из этих Преступлений Относятся к сожалению К категории тяжких Особо тяжких Это говорит о том Что все таки Проблема есть Нужно с ней бороться Что мы соответственно И сделаем И почему мы здесь Находимся сегодня Как рассказать ребенку Как подобрать Эти правильные ключи Для диалога Чтоб корректно Он услышал Понял Не испугался Самое главное Чтобы сам родитель Не испугался Сам родитель Не испугался Чтобы он В ситуации Которая Случилась Или что-то произошло Он был сам Спокоен Спокойно мог Принимать всю информацию Которую говорит ребенок И ни в коем случае Не обвинять Не стыдить ребенка Не возвращать фокус вины На самого ребенка Хотелось бы отметить Что в первую очередь Необходимо разделять Два вида преступлений Противоправной деятельности В отношении детей И подростков Что касается Сексуального насилия Это с использованием Сети интернет И скажем так Оффлайн преступления Которые совершаются В данном случае Если совершаются Преступления оффлайн Это преступник Входит в круг Общения ребенка К сожалению Либо это кто-то Из близких Дальних родственников Возможно Это может быть Отчим Либо же Сожитель мамы К сожалению Есть факты Когда преступником Становится И учитель Либо же Лицо Которое Вхожа В круг общения То есть Ведет какой-то Кружок То есть Он может Имеет Доступ Именно Непосредственно Самому ребенку Без присутствия Взрослых Которые Необходимо Ну Которые Должны Находиться Рядом С ребенком Вот Поэтому Это первая Категория Здесь Возрастной Ценс Вы же Сами понимаете Не ограничен К сожалению У нас На территории Области Были Не в этом году А в предыдущих Зафиксированы Даже Единичные Случаи Когда Преступление Совершали И дяди И даже Дедушки Близкие Родственники Что касается Сети интернет Это как правило Мужчины Возраст От 25 лет И до 50 в среднем Которые Вовлекают Детей В так называемый Сексинг Когда идет Переписка Через социальные Сети Через детские Аккаунты К сожалению Преступники Являются Очень хорошими Психологами И Эту всю Информацию По общению С детьми Как ребенка Скажем так Завербовать Для общения Они тоже Находят В свободном Доступе Опять же В той же Сети интернет И ребенок Не подозревая О том Что с ним Общается Взрослый Дядя Да Грубо говоря Там 100 килограмм Плюс С усами И так далее Он же не видит Фотографию можно поставить Любую Он не видит К сожалению Фейковые страницы Создаются Преступниками На которых Естественно Контент Создается Тот Который Интересен Детям Да И естественно Это все Готовится Заранее И уже Когда Вступил В переписку Ребенок Может Независимо От того Мальчик Это Или девочка По интересам Общаться Думать Что он Общается Со своим Сверстником До определенного Момента И общаясь Со своим Сверстником Естественно У них Образуются Такие Дружественные Доверительные Взаимоотношения Да После чего Переписка Становится Более Личной Да Где-то Просятся С той стороны Со стороны Преступника Фотографии Просто Шантаж Обнаженные Но это уже Впоследствии То про что Я говорю Да Сначала Это все Плавно Происходит Сначала Просятся Какие-то Обнаженные Фотографии И уже Да Скажи Покажи Расскажи Так как бы Не взначай Переводятся Темы Ребенок Естественно С точки зрения Развития Психологии Он не готов К этому Не понимает Где здесь Подвох Скажем так И преступник Уже Полностью Уже Завладев Его Психоэмоциональным Состоянием Он уже просит И фото Видеоматериалы Чтобы ребенок Изготавливал Даже Порнографического Характера И ребенок Опять же Не задумываясь О последствиях Он изготавливает И скидывает Включается В процесс И когда У преступника Уже Хотя бы Несколько Есть фотографий Или видео Он может Начать Ребенка Даже шантажировать Либо Да 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 Шантажирует Что я сейчас Эти видео Разошлю Твоим родителям Разошлю Одноклассникам Твоим друзьям Естественно Ребенок Очень Подавлен Да Находится в страхе И вот здесь К сожалению Ребенок Уже находится На крючке У преступника И преступник Противоправную Деятельность Продолжает Опять же Очень актуально Сказать Мы как Правоохранители Просим Чтобы родители Разговаривали Очень важно Со своими детьми И рассказывали Вот О возможных Таких ситуациях Не умалчиваться Не бояться Не стесняться Чтобы дети Не боялись Не стеснялись Если какая-то Странная переписка Они подошли И рассказали Если не родителю То социальному педагогу В школе У нас такие факты Есть Да То есть Чтобы ребенок Не боялся Спрашивать Неудобные вопросы У родителей Любые На сексуальные темы В том числе И понимаете Когда Мы видим Что все Субъекты Профилактики Работают И здравоохранение И образование И педиатры У нас в эту работу Уже включены И социальные педагоги Но к сожалению Если родитель Не знает Как сказать Он может Ребенка Ну отмахнуться Скажем так Да Там я занят Потом Потом Не расскажу Потом А ребенок Потом Второй раз Не подойдет Вот у нас К сожалению В качестве примера Это может привести Когда В отношении ребенка Да В отношении мальчика Было совершено Сексуальное насилие И он попытался Рассказать маме Своей Произошедшему А мама в это время Была вечером на кухне Там Образно Жарила котлеты Говорит Ай на тебе Вот твою любимую игру В телефоне Или там Видео Иди посмотри Мне сейчас некогда Я там занята Что-то там Домашними делами Пренебрежение Определенными интересами Она Скажем так Не поверила ему То есть Ну отнеслась Легкомысленно И соответственно Ребенок Взяв этот мамин телефон Ушел в другую комнату И он замкнулся в себе И потом Только благодаря Оперативно-рассным мероприятиям Сотрудники Вышли на Преступника То есть Это Был не факт Заявление от родителей Да О совершенном преступлении Это было Преступление Выявлено Оперативными сотрудниками Оперативным путем И сам вот Ребенок Нам потом Об этом рассказал Расскажите пожалуйста Как меняется Модель поведения Ребенка Что может случиться С ребенком Как вот Если есть Эта проблема Как увидеть ее Со стороны Вы знаете Так Однозначно Конечно сказать Это сложно Но есть определенные Механизмы Триггеры Да Определенные Такие пункты Которые проявляются В определенных действиях После травмы Да То есть Ну Никто не исключает Эти физические проявления На которые В первую очередь Нужно обращать внимание Это первое А второе Есть еще Момент В эмоциональных Нарушениях Которые возникают У ребенка Это замкнутость Да Определенный Уход в себя Либо это Нарушение Контакта Со сверстниками Либо Это Изменение В успеваемости Да Бывают иногда Случаи Когда ребенок Прогуливает школу Не ходит в школу Да Там Снижение успеваемости Либо наоборот Ребенок Чрезмерно следит За своими оценками Отметками Стремится К каким-то достижениям Очень То есть для того Чтобы увидеть Обличить Нужно знать Своего ребенка Это однозначно И контакт с ребенком Рождается С самого рождения У родителя И к сожалению Если его нет Либо он уходит От родителя Тогда родитель Может не увидеть Что происходит С ребенком На самом деле Хотя он Может сигнализировать Всеми доступными И недоступными Какими-то действиями Как вывести ребенка На разговор Как начать Этот сложный разговор Даже в целях Профилактики Как это Просто спросить Понимаете Тут каждая мама Она подберет Свои Да Она подберет Свои слова Ключики Здесь нет Универсальных Каких-то инструкций Кто-то придет И расскажет Что с тобой произошло Вот я замечаю Что ты там Спишь и спишь Ты хочешь так много спать Или может ты заболел Может что-то У тебя произошло Что-то не так Что-то случилось В чем причина Я вот переживаю за тебя Беспокоюсь Замечаю Что что-то у тебя Произошло И хотелось бы Вот пользуясь случаем Добавить Что если мама Допустим не знает Либо близкий родственник Бабушка Тетя Как себя повести То у нас есть Телефоны горячих линий Доверие На сайте УВД Брёвского облсполкома Вся актуальная информация Есть В том числе Профилактического характера Есть у нас Бесплатная Психологическая помощь Телефон Доверие Центры дружественные Детям Для подростков Это где уже детки Могут довериться Прийти рассказать Причем Видно Что уже Вот благодаря Всем этим нашим действиям Обратный эффект пошел Дети начинают обращаться Дети начинают говорить И вот мы видим Что все-таки Такие профилактические Мероприятия Необходимо провести Я говорю И со стороны Родителей Чтобы родители Все-таки Близкие родственники Включались Слышали Знали о проблеме И не боялись Говорить Сообщать Правоохранительные органы Сообщать Социальному педагогу Либо же Понимаете Здесь по цепочке Все пойдет Если он боится В крайнем случае Сомневается В каком-то Ну не очевидном факте Но чувствует Мама Что-то произошло Что-то не так Она может обратиться За психологической помощью Она может обратиться К социальному педагогу Она может обратиться Если она находится В контакте К классному руководителю Да То есть У всех Да У всех В принципе Я не побоюсь этого слова сказать Сейчас на территории Области республики В целом У всех Учителей Педагогов Есть контактная информация Как можно Выйти на правоохранительные органы И пообщаться уже И мы сообща Эту проблему Решим И найдем ключ И установим Почему И какие обстоятельства Вообще с ребенком Произошли И почему вот он В таком Депрессивном состоянии Может находиться Возможно Наверное хочется еще Добавить момент Что с этим нужно Очень осторожно И аккуратно Естественно Бывают такие тревожные Родители Которые вот Увидят какой-нибудь триггер Да Они разберутся в ситуации Или взрослые И начинается вот этот Как снежный ком А на самом деле Там совсем Ну в другом ключе Поэтому Случаи индивидуальные Истории индивидуальные Уникальные А что делать Если есть подозрения Но нет доказательств Как поступить Наблюдать 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 Контактировать Больше проводить Времени с ребенком Изучать круг Его общения Интересы Интересы Чем занимается ребенок Вовлекать его В свою жизнь В жизни взрослых Обучать определенным Моментам Есть такие Ну прям вот Памятки Как себя вести Там в сложных ситуациях Да Если ты оказался Один там в лифте Допустим В подъезде В автобусе В машине Там да Начинается к тебе Приставание определенных Людей Что при этом делать Это тоже важно Говорить о безопасности Ребенка Если случилась Такая ситуация Как справиться Родителям Со своими эмоциями Куда Вероятно Обратиться Если родители Точно знают Что с ребенком Совершены Какие-то Противоправные Дети Это однозначно Необходимо Позвонить По 102 И сообщить Органы Милиции О том Что произошло При этом Противно-следственная группа Будет проходить Разбирательство Причем Для того Чтобы Менее ребенок Был травмирован В данной ситуации У нас есть На территории области Комнаты Дружественные Дети Комнаты Специализированные Для опроса В таких ситуациях Где опять же Медицинские Да Эксперты Работают Квалифицированно То есть Там созданы Все условия У нас на территории У нас в Бресте Есть Да То есть Новая То есть Отлично Работают Оборудована Да То есть Там Игрушки Такая теплая Атмосфера Ребенок Не чувствует себя Знаете Как в милиции В кабинете Как представляют Органы внутренних дел Да Какая-то решетка Кабинет Там все такое Серое, мрачное Нет Ни в коем случае Страшное, ужасное Нет Ни в коем случае Там все сделано Для условий Ребенка То есть Для того Чтобы там была Сформирована Безопасность Безопасно Ребенок доверял Да Чтобы ребенок Чувствовал себя Безопасностью Благодарим вас За встречу И благодарим За ценную информацию Напоминаю Сегодня В нашей студии Были Ирина Николаевна Милюк Учреждение Здравоохранения Брестская городская детская поликлиника номер один Психолог-координатор Центра дружественного подростком Вместе И Олеся Викторовна Липская Старший оперуполномоченный По особо важным делам Управления внутренних дел Брестского облсполкома Берегите своих детей Берегите своих близких А мы вернемся После краткого анонса Далее в утреннем эспрессо Расскажем о кремовых масках В рубрике Красивое утро Спросим наших юных экспертов Есть ли конфета в обертке Как узнать Вкусная она или нет Доброе утро, Брест Привет из Минска Доброе утро, Брест Всем хорошего настроения Доброе утро, Брест Доброе утро, Брест И Брещане Доброе утро, Брест Всем хорошего настроения Дорогие Брещане Доброе утро Всем мира, добра и благополучия Доброе утро, Брест Всем хорошего настроения Доброе утро, Брест Доброе утро, Брест Мира, тепла На календаре 27 апреля четверг. По мнению астрологов, он является самым благоприятным днем недели, ведь им управляет Юпитер, планета успеха и благополучия. Знатоки звездных тайн рекомендуют именно сегодня проводить важные мероприятия, официальные торжественные церемонии и научные собрания. Также астрологи утверждают, что четверг – лучший день для регистрации брака. Не знаю, какие важные события у вас запланированы на сегодня, но уверена на 100% программа «Утренний эспрессо» подготовит вас к этому дню, зарядив позитивом и полезной информацией. О чем еще говорят звезды? Далее в программе. Если овны желают быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока тихонько посидеть и помолчать. Говорите людям только то, что они желают слышать, а лучше ничего не говорите. Сегодняшний день не слишком подходит для откровений в любой форме. Гороскоп подсказывает близнецам собраться с силами и самим гармонизировать личную жизнь. Тогда счастье обязательно придет к вам. Сегодня ваше обаяние и ум помогут привлечь к себе нужных людей, которые теперь всегда будут рядом. Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько отдохнуть. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность. Сегодня львы будут полны энтузиазма, но на редкость рассеяны. Движения ваши могут оказаться довольно плохо скоординированными, поэтому будьте внимательны, особенно за рулем. Сегодня самочувствие Диев должно быть стабильным и не вызывать лишних опасений. Правда, некоторым может прийти в голову, что раз организму хорошо, его можно несколько нагрузить работой. С этим будьте осторожнее. Сегодня к вам могут неожиданно вернуться старые и, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо, пока непонятно. Следите за своими ощущениями. Будьте внимательнее, и решение обязательно придет. Сегодня вам предстоит долгий и насыщенный день, полный различного рода встреч и перспектив. Некоторые из них будут самыми непосредственным образом связаны с вашей трудовой деятельностью, поэтому постарайтесь не терять бдительности. Самым страшным врагом для стрельцов сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо. Или в противном случае она станет причиной массы неприятностей. Сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Можно даже немного заработать. Главное – знать меру и быть осторожным. Сегодня у водолеев оптимистичный день. Стоит чаще улыбаться и решить про себя, что не так уж и плохо, а местами даже хорошо. Главное – не останавливаться на достигнутом и идти вперед, никого не слушая. Сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность – вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего. Международный научно-образовательный проект «Третий межвузовский партнерский трекинг» стартовал по инициативе Барановичского государственного университета. В проекте принимают участие 14 вузов-партнеров университета из Беларуси, России и Узбекистана. В течение трехнедельного образовательного марафона запланировано более 120 часов занятий. Их проведут ведущие преподаватели вузов. В проекте примут участие около 3000 студентов и магистрантов. Учебные занятия будут проходить в гибридном формате по шести тематическим направлениям. Открытые учебные занятия будут проходить ежедневно в виде лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов. Мероприятие продлится по 8 мая и его события будут освещаться в СМИ. А вот о чем пишут газеты региона уже сегодня, узнаем в нашей следующей рубрике. Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Накануне очередной годовщины корреспондент Зари пообщался с участником тех событий. Подполковник милиции в отставке Григорий Барановский летом 1986-го был направлен в составе сводного отряда ОВД в зараженную зону в Брагинский район Гомерской области. Архиепископ Бресский и Кобринский Иоанн передал военнослужащим Бресской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского иконы Архангела Михаила и святого великомученика Пантелеймона. Церемония состоялась после праздничного богослужения в храме преподобных воинов-монахов Александра Пересвета и Андрея Осляби, расположенного на территории воинской части, пишет царя. На улице Волошина в микрорайоне Боровки идет строительство группы жилых домов, в которых не будет привычных батарей. Каким же образом новоселы согреются в них зимой? Ответ дает наш край. Обратите внимание, график выхода газеты в связи с большими выходными изменился. Номер с ТВ-программой на этой неделе вы получите не в среду, а в четверг. Учащаяся одного из барановичских профессионально-технических лицеев заключена под стражу прямо в стенах учебного заведения, на глазах у преподавателей и друзей. Накануне 18-летнюю девушку вместе с двумя 17-летними парнями задержали по подозрению в причастности к мошенничеству в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Подробности у нашего края. Пятый международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества «Миллениум» открылся в Бресте. В этот раз он посвящен Году мира и созидания и собрал более 8 тысяч конкурсантов и гостей из 15 стран. Примечательно, что прием заявок был остановлен досрочно. Это говорит о том, что мероприятие стало культурной визитной карточкой города. Что ждать, Брещанам рассказывает издание. Определились победители городского этапа военно-патриотической игры «Орленок-2023». В этом году у старших классников из 26 учебных заведений принимала у себя 111-я гвардейская арт-бригада. Конкурсная программа состояла из нескольких этапов, которые требовали предварительной подготовки. Как это было, читайте на страницах свежего выпуска «Брестского вестника». Брестскому районному краеведческому альманаху «Остромечевский рукопис» 10 лет. Юбилей издания, что является культурно-историческим брендом «Прибужья», отметили в районном Доме культуры. Мероприятие собрало авторов, читателей, творческие коллективы и не только. Работали выставки ручных работ. Хотите узнать больше? Знакомьтесь с материалом нового номера. Малоолимпийские игры прошли в 27-м детском саду. Белорусская метательница копья, чемпионка Европы и Беларуси Татьяна Холодович, а также бронзовый и серебряный призер чемпионата Европы по метанию копья Алексей Котковец стали капитанами двух команд – «Паруса» и «Покемоны». В эстафетах участвовали ребята старших групп, их поддерживали родители и педагоги. Делится Брестский Вестник. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы утреннего эспрессо. В Бресте презентовали туристический бренд города. Свой выбор специалисты остановили на лаконичном логотипе – пеострая стрела с луком – символом герба Бреста. Каждый свет отражает определенные аспекты, связанные с жизнью Бреста. Его знаменитые фонари, пограничные столбы, реки, мосты, парки. Слоганом туристического бренда выбрано белорусское слово «Натхняя». Кстати, специалисты предлагают не переводить его для версий на других языках. Предложенный дизайнерами туристический бренд планируют размещать на баннерах, футболках, полиографической и сувенирной продукции. Дорогие друзья, а сейчас наш эфир продолжит прогноз синоптиков. Надеюсь, погодные условия будут вдохновлять гостей жителей Брещины на туристические путешествия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok По статистике, женщина тратит три года своей жизни на сборы перед выходом из дома. В ходе исследований эксперты установили, мужчины три месяца своей жизни проводят в ожидании, пока их любимые приведут себя в порядок. Собираясь выйти в свет, женщина прихорашивается в среднем часа 12 минут. В обычное утро перед работой, согласно статистике, на сборы у представительниц прекрасной половины человечества уходит 40 минут. О женских тайнах и секретах привлекательности вы узнаете далее из нашей рубрики «Красивое утро». Здравствуйте! Меня зовут Алина Корнелюк, я косметик пятого разряда, и сегодня мы поговорим о важной теме – кремовые маски. Кремовые маски бывают разных типов, и сейчас я буду готовить нашу модель к нанесению и подробно рассказывать про них. Первым этапом всегда при кремовых масках мы делаем очищение. Очищение происходит с помощью водички и очищающих средств. Мы с вами возьмем гель, он с лактобионовой кислотой, она нам будет увлажнять нашу кожу и очищать хорошо. Следующим этапом обязательно делаем энзимный пилинг. Он нам будет очищать роговевшие чешуйки кожи, разрывая наши связи между ними. При этом все остальные препараты еще глубже проникнут и сделают свой эффект. Наш энзимный пилинг представлен в виде геля. Хорошо втираем, в течение 15 минут разносим, и энзимы работают на коже. Любой энзим, который бы вы ни возьмете, или с профессиональной косметики, либо с масс-маркета, будет работать тепло плюс вода. Так раскрываются энзимы и оказывают свое активное воздействие. Сейчас я оставлю немного энзимный пилинг и расскажу вам подробно про кремовые маски. Кремовые маски в своем составе имеют основу какую-то и активные ингредиенты, активные компоненты. На что влияют наши активные компоненты, что они могут делать? Маски от этого могут быть улажняющие, адсорбирующие, регенерирующие, противовоспалительные. То есть достаточно много оказывать воздействия на нашу кожу. И действительно кремовая маска это must-have. Ее можно использовать как и дома, так и мы активно используем в своей работе в кабинете косметологов. Сейчас я начинаю смывать наш энзимный пилинг и мы обязательно с вами будем использовать тоник или лосьон в зависимости от типа кожи. Для чего он используется? Для того, чтобы нормализовать pH нашей кожи и убрать соль жесткости. Сегодня мы используем маску Acne Out. Она будет оказывать противовоспалительное действие, адсорбирующие, то есть забирать с себя наше кожное сало. А также будет выравнивать тон лица. Почему я выбрала именно эту маску кремовую? Так как у нас есть немного высыпания. Сейчас все-таки уже жарко и хочется немножко забрать кожное сало на себя, чтобы это поработала наша маска. Итак, начинаем наносить. Нашу кремовую маску мы можем наносить либо кистью, либо руками. С точки зрения эстетики сегодня мы, конечно, будем наносить кистью в домашних условиях. И сейчас достаточно часто в профессиональных кабинетах мы используем нанесение руками. Итак, начинаем с вами от центра и выводим к периферии. Достаточно плотно стараемся нанести. Эту маску мы не наносим близко к глазам. В зависимости от производителя, уже тоже будете читать в инструкции, можно маски и ближе наносить. Но эту именно мы не наносим. Не забывайте про подбородок. Сейчас мы будем выдерживать время экспозиции. Здесь мы ее выдерживаем 10-15 минут. Также время экспозиции, в зависимости от производителя, может быть увеличено или уменьшено. Кремовая маска у нас выполняется 1-2 раза в неделю. В зависимости уже от эффекта, который мы хотим. Итак, время экспозиции нашей маски вышло. И сейчас будет интересный момент. Обратите внимание, как она подсохла, интересно. Оулыбнитесь, модель наша. Да, то есть видите, как прям тянет всю кожу. И сейчас, для того, чтобы комфортно было смывать эту маску, мы немножко ее сэмульгируем. Берем водичку на ручки. И добавляем в нашу маску. Видите? Она опять превращается в такую консистенцию. Удобную, комфортную для смывания. Также можно приложить салфеточки мокрые. Обязательно это делайте. То есть, если вы используете глиняные маски, для того, чтобы комфортно было для кожи не тянуть ее. Сэмульгировали, либо приложили влажные салфеточки. И тогда уже смываем. После того, как я смыла маску, сейчас я буду обязательно использовать тоник. И завершающие крема. Крем я также возьму для жирной комбинированной кожи, для того, чтобы поддержать эффект нашей кремовой маски. Кремовая маска – это та процедура, после которой вы получите сразу красивую и сияющую кожу. С вами была Алина Корнелюк. Берегите себя красивой и здоровой вам кожи. В психологии существует понятие «активное слушание». Это способ дать понять малышу, что все, что он говорит, чувствует и делает, достойно внимания. В момент общения с ребенком важно давать ему обратную связь, уточнять детали, переспрашивать и всячески включаться в разговор. Тогда ваш малыш точно начнет понимать, что его жизни и проблемы важны для вас. Вы всегда выслушаете и поддержите. А это залог спокойного и счастливого детства. Так что, взрослые, берите на вооружение рекомендацию и учитесь выстраивать общение со своим чадом. Ведь диалоги с человечками такие увлекательные. Если конфета в обернке узнать, вкусная она или нет, там может быть написано на конфете или нарисовано, какого она вкус. Конфеты в обернке можно узнать, потому что когда, какого она вкуса, например, если она яблочная, то там на этого, на яблоком. Все конфеты вкусные, даже конфеты. Они невкусными не могут быть. Открыть и съесть. Можно посмотреть на обернке. Можно узнать, потому что на упаковке будет написано, например, она кумичная или она яблочная. Я думаю, можно узнать, это прочитать состав на конфете. Но если конфета очень красивая, значит она и вкусная. В магазине, где эта конфета, может написано, какого она вкуса, срок годности. Надо ее развернуть и попробовать. Можно прочитать название ее и понять, вкусная она или нет. А если читать не умеешь? Значит, можно попросить маму. Да. Сначала надо открыть и попробовать. Если не попробовать, не узнаешь, вкусная она или нет. Я определяю на ощупь, если она твердая, это сосательная. Если мягкая, то шоколадная. Если не попробуешь, то не узнаешь. По обертке. Ну, если обертка такая красивая, то она вкусная. Если не очень, то она не вкусная. Мне кажется, что можно прочитать в составе, из чего она состоит, и узнать, вкусная она или нет. Если конфета в обертке, можно только предположить. Но красота бывает и не очень. Вы попали в сложную жизненную ситуацию и пытаетесь отыскать выход? Вам необходима консультация? Мы не оставим вас наедине с вашими проблемами. Эксперт рубрики «Правовая консультация» ждет ваших вопросов. В эфире будет рассмотрена ваша ситуация и предложены правовые алгоритмы решения проблемы. Наш студийный вайбер 821 55 55. Пишите и вам ответят. Мы будем рады вам помочь. У бывшего мужа, который не работает, большой долг за неуплату алиментов. Может ли судебный исполнитель принять меры по его трудоустройству? Обязанность судебного исполнителя по трудоустройству должников при исполнении исполнительных документов по денежным обязательствам не предусмотрена действующим законодательством. Но отмечу, что исключение составляют обязанные лица, с которых взыскиваются расходы, затраченные государством на содержание их детей, находящихся на гособеспечении. В вашей ситуации судебный исполнитель может выдать должнику направление в Центр занятости и социальной защиты населения. Причем эта мера имеет смысл лишь в том случае, если должник сам желает работать. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkbrest.by в разделе программы «Утренний эспрессо». Всем хорошего дня! Новый спортивный сезон на Гребном канале в Бресте откроется республиканскими соревнованиями на Кубок Беларуси по академической гребле. Состязания среди мужчин и женщин пройдут с 26 по 29 апреля. В лично командных соревнованиях примут участие сборные команды областей и Минска. В полном составе участие в стартах примет национальная сборная Беларуси по гребле академической. Состязания гребцов станут одновременным отборочным этапом для определения кандидатов на участие в международных соревнованиях по академической гребле «Большая московская регата». И уже со 2 по 5 мая на Гребном канале областного центра Олимпийского резерва пройдут традиционные открытые республиканские соревнования памяти защитников Брестской крепости. В них примут участие юниоры и юниорки на байдарках и каноэ. Спортсменам желаем удачи и силы духа. А вам, дорогие зрители, отличного настроения! Как сказал поэт Роберт Рождественский, пусть не меркнут огни ваших радостных глаз. Я хочу, чтобы вам повезло. Я хочу от души, чтобы стало у вас и в судьбе, и на сердце светло. С вами была программа «Утренний эспрессо» и я ее ведущая Ксения Цинская. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!